Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «7 минут». В средние века жители Окинавы, лишенные возможности иметь какое-либо оружие из-за действовавшего на тот момент закона, стали использовать предметы-инструменты повседневного назначения, в основном сельскохозяйственные. Таким образом, в течение нескольких столетий сформировался и стал неотъемлемой частью традиционного карате стиль кабудо – работа с оружием. Так, изначальная борьба простолюдина с вооруженным самураем стала и зрелищем, и искусством, и видом спорта. В Рязани тоже немало почитателей кабудо, а недавно состоялся интереснейший семинар, на который приехали настоящие гуру. Об этом и многом другом говорим с Сергеем Петрыгиным, техническим директором Федерации кабудо и Кио Кусинкай Рязанской области. К нам сюда в область приехали ведущие мастера Японии по данному единоборству. Это Акадзаки Хирот, обладатель девятого дана, и его ученики. Исидима Масахиды, обладатель четвертого дана по кабудо. Зрелищно было? Посмотреть было на что? Было очень зрелищно. Почему? Потому что сравнивать с тем, что есть в России, просто не приходится. Мастеров такого уровня в России нет. Это как бы однозначно. И очень порадовал то, что японские мастера поделились не просто какими-то шаблонными техниками, которые уже в принципе всем достаточно приелись, а теми техниками, которые они изучают у себя в закрытых школах в Японии. Мы были этому очень рады. И я надеюсь, мы не разочаровали своих учителей. Что есть в России, в частности в Рязани? Как давно появилось и на каком уровне находится? Вы знаете, в России кабудо появилось относительно недавно. В Рязани оно существует несколько лет. И надо заметить, что за эти годы, достаточно короткий промежуток времени, рязанские спортсмены под руководством, в частности, главного тренера областной федерации Владимира Пирожкова добились очень высоких успехов. У нас порядка трех или четырех мастеров спорта за этот весьма короткий промежуток времени. Более десятка кандидатов в мастеров спорта, победителей чемпионатов и турниров различного уровня. Поэтому достаточно динамично и хорошо развивающийся вид спорта. Вы сказали, есть закрытые школы. То есть есть какой-то барьер, который для нас, может быть, пока не очень преодолим. Есть что-то вот за гранью. У нас кто обучает ребят? Где берутся? Откуда все эти навыки, способности, знания в первую очередь? Знания. Ну, если говорить о закрытых школах, здесь следует отметить то, что это традиционная методика японцев. То, что японцы ездят по всему миру и чему-то обучают, это не значит, что они обучают тому боевому искусству, которое они заявляют. На самом деле они обучают каким-то общим вещам. Система обучения в Японии любому виду единоборства, в том числе Кабудо, а может быть, даже и прежде всего Кабудо, это клановая система, система закрытых маленьких залов. Естественно, что никакие тайны оттуда, по большому счету, не выходят. Что касается России, то все наши инструктора, я в том числе, это Владимир Пирожков, неоднократно бывали и учились в Японии. То есть мы учимся напрямую у тех мастеров, которые преподают. И знания можно получать только таким образом. То есть научившись чему-то там, мы приезжаем и учимся уже своих учеников здесь. Давайте телезрителям расскажем, что такое, в принципе, Кабудо. Кабудо – это традиционное окинавское, прежде всего, как я уже говорил, боевое искусство, основанное на владении традиционными холодными видами оружия. Их достаточно большое количество, но самое распространенное – это бодлиный шест, это дзё, короткий шест, сай, трезубец, тонфа. Ну, тонфу можно сравнить с полицейской дубинкой, то есть примерно вот по такой конфигурации она. Есть ещё такие виды холодного оружия, как кама, очень похожие на наши серпы, которыми раньше убирали, и огромное количество других. Это ведь спорт больше для себя или для того, чтобы противостоять где-то, например, в тёмном переулке, примеров может быть масса. Для чего? Дело в том, что любое единоборство, это единоборство, рассчитанное, тем более традиционно восточное, оно прежде всего рассчитано на работу самим человеком. Оно рассчитано на победу не над кем-то, а над самим собой. Это прежде всего. Но ряд боевых искусств, в том числе Кабудо, разумеется, имеют и огромное прикладное значение. Потому что уметь владеть практически всем, что может подвернуться, так сказать… Прежде всего начиналось-то с цельхозорудий каких-то. Совершенно верно. И это вполне боевая система, которая работает до сих пор. Хотя многие говорят, что где мы в России возьмём САИ, ТОНФА. На самом деле имеет значение не что у человека в руках, а… Как он с этим работает. А как он с этим работает. Поэтому, по большому счёту, человек, даже не имеющий в руках оружие, но профессионально владеющий им, будет в состоянии оказать адекватное сопротивление той или иной опасности. С которого возраста вы начинаете обучать? Может быть, ребят? Может быть, уже взрослых людей, таких как вы? Дело в том, что возрастных ограничений в боевых искусствах не существует вообще. Разумеется, чем раньше человек придёт, тем будет лучше. Но всё-таки желательно, чтобы это был где-то возраст хотя бы 6-7 лет. То есть подвижное тело гибкое в первую очередь. Подвижное, совершенно верно. И при этом, чтобы человек мог запомнить хотя бы последовательность тех или иных движений, техник и так далее. Расти вместе с искусством. Чтобы тело, предметы совпадало. Наверняка есть какие-то награды, о которых стоит знать. Всё-таки федерация уже существует. Значит, где-то поучаствовали, что-то завоевали? Елена Маковская, одна из ведущих спортсменок федерации, в прошлом году стала, извините, в этом году, в 13-м году, она стала чемпионкой России по кумите. До этого она была бронзовая призёрка, серебряная призёрка чемпионатов России. Максим Сопельников, серебряный призёр этого 2013 года чемпионата России. Мастер спорта. Кстати, Елена также является мастером спорта. Это вот самые последние достижения федерации. И я думаю, что это как бы не последние достижения. А вообще девушек много у вас? В данном виде спорта, в данном виде единоборств, девушек достаточно много, потому что они очень гармонично смотрятся, как это ни странно, с холодными видами оружия. Ну, то есть это, в первую очередь, наверное, танец с оружием, да, некий? То есть это какое-то действие в виде фристайла, то есть партнёр с партнёром? Ну, не совсем. Не совсем. Это есть программа отдельная, которая называется фристайл. Это где под музыку, прежде всего, кстати, сказать, девушки выступают. Это действительно очень красиво. Но прежде всего, ещё раз говорю, в исполнении мужчин, это, конечно же, достаточно жёсткое и серьёзное боевое искусство. Перспективы. Всегда приятно куда-то поехать, чему-то поучиться, может быть, показать себя. Сейчас что планируется? Ну, в самое ближайшее время, это планируется февраль месяц у нас, поездка в Японию по личному приглашению Шахана Акадзаки. Срок порядка месяца, месяц достаточно жёстких тренировок, по 9 часов в день будет. Это самое ближайшее. И в следующем году, по его же приглашению, нас пригласили участвовать в декабре месяце в одном из самых престижнейших турниров в мире, чемпионат Юго-Восточной Азии, который будет проходить в Токио. Это декабрь месяц. Я так понимаю, в ваши ряды вступить никогда и никому не поздно? Совершенно верно. Подскажите телезрителям, где вас искать, как попасть к вам? Может быть, есть какой-то сайт, где можно о вас почитать, узнать? Сайт сейчас находится в... Доработке? Да, то есть мы сейчас создаём совершенно новый сайт на, так сказать, новых компьютерных технологиях, в которых, честно говоря, я не особо разбираюсь. Поэтому сайт на данный момент пока не работает. Но я думаю, что в ближайшее время по запросу Кабудо Рязань вы сможете найти в интернете и телефоны, и контактные адреса. Вы рассказали очень много интересного, познавательного. А я, к сожалению, в силу профессии, я криминальный журналист, общаюсь именно с ребятами, с подростками, которые не туда тратят свои силы. Могли бы вы что-нибудь сказать нашим тинейджерам, которые, в общем-то, могут свои усилия приложить вот в такое красивое, мирное, спортивное русло? Вы знаете... Или родителям, которые не знают, что делать. Вот с парнем парень растёт, сила набирается, а деть некуда. Здесь можно порекомендовать только одно – поговорить с этим парнем. То есть кричать, поверьте мне, как педагогу, кричать, ругаться смысла нет никакого. Самое оптимальное – поговорить с ним и попытаться его убедить в том, что если он считает себя настоящим мужчиной, если он считает, что он, как любят многие говорят, действительно крут, будут показать это, доказать это не только окружающим, а доказать это прежде всего самому себе. Выходя на ринг, например, в боксе или кикбоксинге, выходя на татами, в карате или кабудо, не имеет значения, в каком виде единоборства. Докажи, докажи себе, что ты чего-то стоишь. А, скажем так, доказывать своим друзьям с бутылкой пива, ну, это, мягко выражаясь, недостойно настоящих мужчин. Толпой нападать или, так сказать, участвовать в каких-то криминальных разборках или инсинуациях – это не совсем по-мужски. Если хочешь чего-то добиться, приди и докажи, что ты чего-то стоишь. Спасибо вам большое, что нашли время. Наша телекомпания желает удачи вам, всем вашим ребятам, мужчинам. Телезрителям хочу пожелать – оставайтесь мужчинами, а в первую очередь людьми. Это была программа «Семь минут». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!